ну здесь мы живем на алисине со столицы тут надо 400 чтоб а потом если бы сюда население прибавить оно сюда но не само прибавляет но чуть-чуть там сократит а то же пока на гидропонику не развел вот у нас во первых что все заняты практически сейчас делка раба шахтеры 3 запускай на миромакса не летя до миромакса летит долго все равно сама одну подпустим ну пока не долетят уже будет эта фабрика и потом помочь гидропонику вот что-то надо 315 5 из 12 ну типа половина потом чуть больше половины можно сама когда гидропоника поднимется и биосферой потом робот шахтеров и тогда эффект какой-то гидропоника ферма может вот леди баха 7 а ну мы перевели до раба шахтеры 20 тоже место 7 но дал бы плюс 2 еще по плюс 1 ячейку но робот шахтеры почти в два раза даже за коллайдер коллайдер 3 ордар тут робот шахтеры по 5 в тур ну через чем туром у кого наверно кинем одного насилиатора так он дает сколько мы ну плюс 3 мы получим с этого с коллайдера а если робот шахтеры то те же плюс 3 и плюс плюс 2 плюс 5 ну лишь без у одного и сюда его перекинули на леди бах туда был сюда ну прибыло можно конечно не делать делать подкрепить здесь экран 8 туров и 5 тут это ну то что в оборону поставить все а у нас от строя полетела не полетел долетел где и ну мы шо а мы отправляли ну 4 тура до строя пока он тур сюда это тоже в общем пока он долетит надо искать и хотя бы один фрегата сюда и строкировку сюда фрегата туда два ну что это лидерские фрегата ну будет до строя с регатом надо будет еще один до строя на столице столицы наверно в восемь лет ну как робот шахтеры будут готовы всякие восстановители и прочее но не будет производить он не будет доходит до упора все больше производить там нечего Литераформинг какой-то. Ну как, допустим, средняя плейса будет крейсердом 25, 24 или 30 производить. Долго. Ну, столько ждать, это долго, что ситуация меняет. А что тут такое умеренное? Ну, сейчас космопорты есть, так что тут понадобится, зачем тогда затраты или лишние. Ну, какие-то, если построить расходы вместо космопорта. У нас, кстати, вот момент, что лидерство, ну и лидеры. Сейчас назначился на фрегату офицер Чайдвальхи. Вот сюда, на эсквайер. И плюс 6, еще кредит, у нас плюс 10 есть на империю, и еще плюс 6 процентов. И потом он тоже там будет дорощиваться. Более, то есть, то есть, чем больше плюс, вот от 180, если там 200, тогда еще больше, еще эти проценты, еще будут, типа, ну, у нас натягиваться. Ну, она будет балансировать то, что в империи производит много всяких там сооружений, которые надо содержать. А если, допустим, резко упала, ну, экономическая мощность, например, нету там, не 187, а 87, то у нас это придется выкидывать все излишнее. Ну, или провентилировать, чтобы не было, это все не нужно. Ну, это редко-то там, ну, чтобы не было утили за трон, например, и там восстановитель атмосферы, или еще что-то. У нас такого вообще нет. Я же полу не сдваивала, или там, если есть робот-шахтер, это муж от коллайдера такие вот там. Вот это меньше на экологию там давление, да, прочее. Тайны нашей ложи замыкающей. Уложить обшивки ракет 1.4. И широкая обшивка там все 3.5, она в месяц, супер. Он, ну, пульсуна, просто, что не показывает, что, ну, пульсуна. Он же себя на себя. Понятно, что это. Ну, так как мастер-бластер. МК-2. Вот-то утвоение, ну, не так работает. Он, как может, МК-1 быть, а вот, апгрейд там МК-2 дает. Ну, что-то, какое теневая сторона. Ну, у него 40 урона, а удвоение 80. То есть у него, тенем К-4, а там уже МК-1 быть, МК-2. МК-2 дает удвоение. Ну, красный. Навок. Тяжеломорожение. Ну, это же ракетная. Ты крушная хендмейд. Еще один покров сорван замыкающий. Ну, ракета, типа технология развита. Ракеты 2-го. От какого уровня он подходит? Тяжеломорожение. 10. То есть у меня до времена, наверное, на ракету монетизация получилась. Ну, на любую, значит, ракету. 15 на 140 и 3 лярда, антитоксик. Ну, это не антитоксик. Это обычные. Вентилеры, но и все. Ну, хотя, говорит, который стоит большая часть токсинов. А вот он, что только тот отдельный. ПОДОЛОСИУЙТЕЛЬНУЗ.